Всем привет, с вами снова Добрый Макс, и мы продолжаем проходить замечательную грушу, локомсь, преступление и наказание. Что ж, напоминаю, что в прошлой серии мы все-таки выяснили, кто убил Питара Керри, но при этом отпустили убийцу, потому что посчитали, что это было скорее самозащитой, нежели чем... ...придумышленным убийством. Ватсон, возьмем нам кэр, выезжаем на станцию через 5 минут. Угу, отлично. Вот, и насколько я понимаю, нам предстоит расследовать тайну исчезнувшего поезда. Ну и раз неделю спустя, то это как раз не тот самый поезд, на котором мы должны были отправляться в Стаффордшир. Скорее всего, это поезд, на котором мы должны будем оттуда вернуться. Ну да ладно, пока это только предположение. И, кстати говоря, в который раз хочу подчеркнуть, что круто, что нам нужно делать аморальный выбор. Какая темная ночь. В зале ожидания было теплее. Поскольку начальник станции сообщил, что поезд прибывает, нам не придется тут ждать. Да, наконец. Внимание, поезд прибывает на станцию. Держитесь подальше от края платформы. Я возьму сумки и ваш треклятый чемодан с архивом. Как обычно, Ватсону достается самое тяжелое. Но, Холмс, огни. Они погасли. Что-то произошло. Я не слышу звук приближающегося поезда. Простите, сэр, вы не понимаете, что произошло? Я не знаю. Это как если бы поезд растворился в воздухе. Холмс, скажите хоть что-то. Быстрее захватим фонарь и посмотрим. Слишком темно, только туман и ничего больше. Нет смысла осматриваться ночью. Мы вернемся сюда утром. Мы вернемся сюда утром. Следующим утром, очень рано. Ну, вообще странно, потому что Холмс, как правило, пытается расследовать место преступления до тех пор, пока там кто-нибудь не натоптал. Хотя, конечно, в случае с поездом затоптать его следы было бы затруднительно. Получается, что с вокзала мы все-таки уехали. Уехали. Отлично. Вот мы и снова на станции Ившем. Впереди длинный день. Начнем наше расследование. Так, хорошо. Давайте осмотрим место преступления. И так как мы с вами уже знаем о том, что можно сконцентрировать свое внимание на чем-то конкретно, давайте сразу попробуем так и сделать. Но, тем не менее, сейчас вокруг я ничего не вижу. Ну да ладно. Поднимемся, наверное, на платформу. Или же все-таки нужно было начать с путей? Так, интересно, можем ли мы спрыгнуть. А, здесь есть лестница. Отлично. Ну, на самом деле ничего пока странного я не вижу. А странным было бы, например, так, насколько я понимаю, талант воображения позволяет представить себе предметы и события, но только в границах ситуации. Отлично. Именно на этом месте вчера и сейчас поезд. Шпалы. Давайте посмотрим. Путевые шпалы. Ничего необычного. Так, поставим тыл. Брошенный предмет, вероятно, из поезда. Как я уже начал говорить, странное было бы здесь то, что поезд не просто пропал, а куда-то свернул. То есть здесь, может быть, есть какие-то потайные рельсы. Посмотрите, здесь, в принципе, окружены пути довольно-таки высокими холмами. Но, с другой стороны, просто так скрыть исчезновение поезда в этих холмах мне не представляется возможным. Так, и вот здесь раскроете стойну исчезновшего поезда, смотрите пути, где есть сейчас поезд. Вроде бы все, что возможно, мы уже рассмотрели, разве нет? Так, вот, земля рядом. На земле отсутствуют следы транспорта или людей. Ну, это понятно. Так, а вот и сами рельсы. Рельсы не трогали. Здесь нет ничего необычного. Нет никаких признаков того, что поезд проезжал по этой ветке. И никаких других следов. Вообще ничего. Здесь нету лик. Но отрицательный результат тоже результат. О, я вижу, почему вы клоните. Нету лик. А вы улыбаетесь. Да, Валтсон, я улыбаюсь. Загадка выглядит крайне многообещающе. Эта исследование не будет простым. Нужно изучить карту района. Возможно, начальник станции дожит нам одну. Ну, давайте попробуем найти эту карту. На самом деле, мне сейчас пришла в голову такая мысль, что скорее всего, никакого поезда-то и не было. Конечно, начальник станции должен был бы знать о том, что никакого поезда не прибудет. Я имею в виду, что никакого поезда не было. Это была какая-то имитация. Зачем кому-то нужно было изображать поезд, который вдруг потом исчез? Кому-то нужна мистификация. Доброе утро. Позвольте представиться. Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой друг и коллега Джон Ватсон. Да, я вас помню. Я начальник станции Эверетт. Вы здесь были вчера. Так вы, мистер Холмс, знаменитый детектив, будете расследовать, что произошло. Полагаю, что так. Это невероятно, что весь поезд мог вот так исчезнуть. А если подумать обо всех тех пенегах внутри. Пассажирах, машинистях. Сейчас у нас есть возможность его поближе рассмотреть. Ну, пока ничего подозрительного здесь я не вижу. Давайте посмотрим чуть дальше. Седые волосы. Значок смотрителя. Пятна грязи. Обручальное кольцо. Но, с другой стороны, обручальное кольцо и при этом пятна грязи. Вполне возможно, что его жена за ним не смотрит, либо он недавно развелся. Вы не могли бы нам рассказать о самом поезде? Что ж, у меня не было ничего особенного. По крайней мере, ничего не вспоминается. У меня не особо цепкая память. Однако, если пожелаете, вы можете взять отчет о составе поезда. Он в моем кабинете. Я бы хотел получить подробную карту пути этого округа. Но, конечно, можете взять тушку на стене в зале ожидания. Всего доброго, друг мой. Так, ну и что же. Ему лет 60. Долгое время был женат. Свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду. Понятно. Его почетный значок начальника станции свидетельствует о долгой службе. Выражает всем своим видом желание тихой и стабильной жизни. Ну, видимо, нам об этом говорят, потому что... Ну, чтобы мы его не подозревали. Ну, по всей видимости, так. Так, ну и что же. Давайте зайдем в зал ожидания. Так, ну это не совсем зал ожидания, конечно. Так, это просто кабинет. Телеграф. Телеграф. Здесь, видимо, ничего особенного ценного мы, наверное, не найдем. Хотя нет, смотрите, телеграмма. Сообщение всем станции. Мистер Робинсон находится на станции Бриллингтон. Новый телеграмм. Я думаю, мы должны встретиться с мистером Робинсоном. Сообщение всем станциям, да, что мистер Робинсон находится на станции Бриллингтон. Кто это такой? Состав поездок. Вот здесь трейн-сет. Маршрут в Ноттингем, Лондон. Тип ЛСВЖД. Номер 324. Состав локомотив. Вагон для перевозки угля. Вагон первого класса. Почтовый. Специальный, заказанный мистером Робинсоном. И вагон второго класса. Все понятно, зачем нам нужен мистер Робинсон. Потому что именно он-то и пропал. То есть сначала вагон для угля. Но это без него здесь, разумеется, было бы невозможно. И... Два пассажирских вагона. Так... И где же находится карта? Карта в зале ожидания. Видимо, нам нужно пройти в другую дверь. Да, совершенно верно. А вот, waiting hall. Так, хорошо. Вот и карта. Эта карта нам пригодится. Все понятно. То есть мы могли сначала ее... Взять. И только потом узнать о том, что она нам... Пригодится. Так, и... Здесь же каким-то образом ее можно вращать. Так, исчезнувший поезд имел следующий состав. Локомотив, вагон. Понятно. Видимо, нам нужно пообщаться на эту тему с... Смотрителем. Так, больше здесь ничего подозрительного нет? Вроде бы нет. Видимо, какие-то типы поездов, которые здесь есть. А мы, скорее всего, должны со смотрителем поговорить по поводу... Мистера Робинсона. Узнать, кто же это такой. Судя по отчету в составе поезда, в нем был специальный вагон. Что это такое? Это секретный вагон. Его заказывают частные лица. Обычно в нем перевозят что-то ценное. Вот таких вагонов железные стенки без каких-либо окон. И они закрываются на сложный ходовый замок. Это важная информация. Вам известно, что перевозили именно в этом вагоне? Разумеется, нет. Это частный, и я не имею права открывать его кому-либо. Было ли что-то необычное, связанное с пассажирами поезда? Что вы имеете в виду? Вроде политиков? Я не знаю. О, но сейчас, когда вы это сказали, да, кое-что было. Пришла телеграмма со станции Бридлингтон, поезд задерживается из-за проблем с пассажирами. Но какие именно проблемы, они не написали. Но какой именно проблемы, они не написали. Это интересно. Вы упомянули проблемы на станции Бридлингтон. Я бы хотел съездить туда. Вы не отметите ее на местной карте? Конечно, это прибридная станция. Вы можете взять кэп до нее. До свидания. Всего доброго, друг мой. Так, ну что же, получается, что мы с вами выяснили новое местоположение, а именно Бридлингтон. И нужно собрать, соответственно, информацию о пассажирах, которые ехали ночным поездом и узнать, что перевозили в специальном вагоне. Но, скорее всего, мы только на станции об этом узнаем. Так, собрать информацию о пассажирах. Ну, да. Отлично. Не рановато ли мы туда едем? Но, мне кажется, нет. Да, кстати говоря, нам доступен детективный анализ. Давайте посмотрим, какие первые выводы мы можем сделать. Поезд сейчас вместе с людьми. Со всеми пассажирами и персоналом. Хм. Ну, да. Пока, наверное, улик маловато для того, чтобы делать какие-то выводы из этого. Пожалуй, что так. Ну, да. Не будем просто так их перебирать. Давайте лучше разберемся на месте. Так. Здесь у нас багажная. Угу. Это, видимо, зал ожидания. А вот и мистер Робинсон, кстати говоря. Замечательно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. С кем я разговариваю? Меня зовут Шерлок Холмс. А это... Вы представляете эту чертову уже международную компанию? Потому что у меня жалоба. Мы не из этой компании. Мы... Ну, в этом случае, мистер Шерлок Холмс. Пожалуйста, извините меня. Но я не в настроении заниматься пустой болтовнёй. Добрый день. Хорошо. Рейская шляпа. Сразу привлекла мое внимание. Дорогая одежда. Большое золотое кольцо. Так. Чемодан. Чемодан почему-то нам не интересен. Кожа крокодила. Да, очень состоятельный человек. Это было понятно и так. Вы должен быть мистер Робинсон, верно? Да. Я веду расследование сделано об исчезнушем поезде. Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мои вопросы. Ладно, хорошо. Мне нечего сказать. Полагаю, это вы заказали специальный вагон. Да. Специально для того, чтобы безопасно привезти мой прототип в Лондон. Мой прототип произведёт революцию. Он может вырабатывать электричество. Он способен производить электричество. Я бизнесмен и инженер. Я уже нашёл нескольких потенциальных заказчиков для моего изобретения. Но я очень надеялся на совет директоров, ехавших в поезде прошлой ночи. Отлично. Вы упомянули совет директоров. Какую компанию они представляют? Чилищскую компанию Barcazas. Я договорился с ними о встрече, но они исчезли. Вместе с поездом и моим прототипом. Что вам известно о компании Barcazas? Это большая южноамериканская компания. Они проявили большую интересную ему прототипу, и у них бы хватило средств для обложения. Хм... Эта революционная машина вашей, она очень ценная. Боже мой, сэр, она бесценная. Она способна изменить весь наш мир, и при этом я продавал его почти даром. Из любви к человечеству, знаете ли? Что-то я в этом сомневаюсь, честно говоря. Не знаю, смогу ли оправиться после такой катастрофы. Не могу поверить, что оно исчезло в этом проклятом поезде. Потому что, как правило, люди, которые наживают в себе огромное состояние, разумеется, делают это за счет других. Не из альтуристических чувств. Мистер Робинсон, прошу уточнить, вы сопровождали в вашем прототипе? Да, сопровождал, но мне пришлось сойти с поезда из-за этого тупого начальника станции. Я получил телеграмму, что один важный человек — мистер Бронсон. Мистер Бронсби желает встретиться в зале ожидания. Я просто сообщил вам. Мистер Бронсби — состоятельный джентльмен. Его интерес к моему изобретению был неожиданным. Так что да, я согласился на встречу. Несчастье, его там не было. Я подумал, что, вероятно, он задерживается и решил подождать. Но несмотря на все мои просьбы, поезд поехал без меня. Абсолютно недопустимо. У нас строго расписание, мы не могли ждать. Правила предписывают управление поездов вовремя. Вы идиот, вы за это заплатите. Я вас уверяю. До свидания, сэр. Не тот ли это мистер Бронсби, которого мы с вами видели совсем недавно? Разгневанный пассажир. А где же начальник станции? Он же только что был здесь. Но еще мы к нему зайдем, в любом случае. Это безобразие. И так всегда случается с этими компаниями. Мену какого уважения к пассажирам. Так, ну что ж, давайте его осмотрим. Довольно таки молодой человек. Рабочая одежда. Угу. Дешевый билет. Женат. И грубая кожа, но, видимо, на руках. Пожалуйста, успокойтесь, сэр. Что вас встревожило? Стревожило? Что меня стревожило? Я расскажу вам. В прошлой ночи мы с коллегой ехали в поезде домой. А потом появился чудной билетный контролер, который начал доказывать, что наши билеты не действительны. Он заставил нас сойти с поезда, и при этом очень грубо. И он был очень грубым об этом. Вы ехали в том поезде, что исчезла прошлой ночью? Да, я слышал, что он исчез. Но мне все равно, потому что нам пришлось бы сойти в любой случай. Наши билеты были в порядке, это точно. И в завершение всего билетный контролер высадил всех с исключением кушки богатеев. Конечно, там, таким как они, билеты не нужны. Забавно. Вы могли бы рассказать еще о той счастливой группе? Да, могу. Они все иностранцы. Похожи на испанцев. Франкес, с иными глазами. Билетный контролер заставил покинуть поезд всех пассажиров, кроме директоров чилийской компании Барказас. Хм. Забавно. Так. Поезд исчез, вместе с людьми, чилийцы остались в поезде. Да, совершенно верно. И здесь опять нам нужно сделать какой-то выбор. Выбор, насколько я понимаю. Чилийцы случайно остались в поезде, и билетный контролер их не заметил. Ну, конечно. Директоров чилийской компании Барказас специально оставили в поезде. Контролер посадил всех пассажиров из поезда, кроме чилийцев. Ну, я думаю, что вот этот вывод очень очевиден. Наверное. Так, ну... Здесь, видимо, все. Давайте продолжим дальше. Нам нужно поговорить с билетным контролером. Точнее, со смотрителем. Совершенно понятно, что то, что осталось... Добрый день, джентльмены. Чем я могу вам помочь? Добрый день, сэр. Меня зовут Шерлок Ормс, и я расследую ничезнамение поезда прошлого ночью. Я вижу. Понятно. Я начальник станции Бертрам, но мой шеф не давал мне распоряжения. Не знаю, можно ли. Не беспокойтесь. У меня всего несколько вопросов. Всего несколько вопросов. Ну, совершенно очевидно, что... То, что там остались только чилийцы... Вполне вероятно, что это и не настоящие чилийцы вовсе. Но... Все-таки вопросов пока еще много. Начальник станции Эверетт, из Ившима, рассказал, что вы сообщили о проблеме с пассажирами прошлой ночью. Верно. На этом поезде регулярно едут рабочие из Нотингема. Но вчера всех заставили выйти на мои станции. Не представляю, зачем это задержало поезд. Но хуже всего то, что мне нужно разбираться с двумя серийными пассажирами, которые жалуются на услуге компании. Они просидели здесь всю ночь, но люди редко обращают внимание на правила, знаете. Есть очень четкие и ясные правила. Параграф 234, статья 2G-43, гласит, что в случае жалобы вам следует... Да, да, спасибо, я понимаю. Давайте мы его поподробнее рассмотрим. Очень удивительно, что вместе с богатым человеком, которому пришлось ждать сэра Бромсби, остался всего лишь один бедняк. Молодой, ну да, на это мы с вами уже обратили внимание. Чистая одежда. Инструкция. Помимо высадки пассажиров, заметили ли вы что-либо еще необычное прошлой ночью? Заметил. Я указал это в своем рапорте высостоящего начальства. Что же это? Извините, но я не могу вам сказать. Сообщение начальника конфиденциально. Конфиденциально, вы говорите? Как долго вы здесь работаете? Я работаю достаточно долго, чтобы научиться управлять станцию. Хм. Так. Карта путей. Новый начальник станции. На состав поезда вряд ли он ответит сразу. А вот по поводу Робинсона, и, пожалуй, если мы укажем... Так. Опоздание поезда. Нет. Неверный ответ. Но почему-то именно ответ. Хм. Так. Хорошо, давайте попробуем выбрать другой вариант. Значит, получается, нам нужно сделать предположение по поводу того, что именно странное он заметил, и о чем он доложил, соответственно, начальнику станции. Я так думаю, что именно о том, что Робинсон сошел с поезда все-таки. Смотрите-ка, нет. Опять неверный ответ. Давайте еще раз. Конфиденциал. Я работал здесь долго, чтобы... ...это... ...где способен, чтобы... ...где способен управлению станцию. Так. При чем здесь карта пути? Он заметил что-то необычное. И опять неверный ответ. Да, друзья. Не совсем это загадка для меня. Понятно. Я работал здесь долго, чтобы... ...поятно способен управлению станцию. Что же он такого заметил? По поводу Робинсона нет. Да и зря этот вариант, конечно, по поводу Робинсона нет. ...выбрал. Опоздание. Но это не то самое странное, что он мог бы заметить. Состав поезда тоже ему... ...оказался вполне... ...естественным. Что тут может быть связано с карты путей? Позвольте говорить на чистоту, мистер Бертранд. Ваш возраст и неуверенность в работе достаточно очевидны. Вы не можете отрицать, что вы недавно закончили учиться. Я был в лучшем на курсе. Послушайте, молодой человек. Я понимаю, что вы пытаетесь защититься всеми вашими правилами, но я представляю закон. И вы препятствуете расследование важного инцидента. Я бы предложил вам действовать в сообщении с мистером Холмсом. Подумайте о карьерах. Хорошо. Я расскажу вам всё. Сначала я отрадал билетному контролёру. Это он сказал пассажиру выйти. Но он не имел права этого делать. Он был очень глуп. И затем, уже позже, я получил еще своеобразную телеграмму от моего коллеги со станции Честерфилл. Следующая остановка по этой ветке. И что же было в телеграмме? Ну, там очень странная вещь. Она практически нечитаемая. Множество ошибок и всё равно случилось. По нетрудно понять, отъехал ли поезд от станции или нет. Можете сами попытаться прочитать. Мы обязательно это сделаем, друзья. Нам следует поехать на станцию Честерфилл. Нужно выяснить, не был ли начальник поезд или нет. Честерфилл. Честерфилл. Железнодорожная станция. Понятно. Ну, скорее всего, эту телеграмму просто дал человек, для которого этот язык не родной. Начальник станции Бриллинтон. Очень молод. Он старается одеваться попрятно и внимательно исполнять обязанности. Свежие чернила на руке указывают на то, что он много писал. Похоже, недавно закончил учёбу, и это его первое серьёзное назначение. Рассежный пассажир. Нет багажа. Едет один. Не путешествует ни в отпуске с женой. Ездит этим поездом каждый день, но работай обратно. Он привык к железной дороге и должен знать станции и постоянных пассажиров. Робинсон состоит на человека. Высоко ценится обществом, на что указывает дорогая одежда и золотое кольцо. Астралийская шляпа и туфли из крокодиловой кожи. Выдают в нём иностранца. Возможно, в деловой поездке. Хм. Это очень странно. То есть, получается, что... Поезд у нас исчез здесь, выявшими. Соответственно, он сначала должен был проехать через Бриллингтон, и только потом уже попасть в Честерфилд. А, ну логично. То есть, получается, он дал странную телеграмму по поводу того, приехал поезд или нет. Но здесь ответвлений на этой ветке тоже нет. Так... Да, странно. Больше здесь, наверное, ничего ценного мы с вами не найдём. Хотя, вот почему-то... Предлагается осмотреться более внимательно. Ага. Листок бумаги и щель в полу. Страховой полис для прототипа Робинсона. Приличная сумма. Ну, как раз о чём я и говорил. То есть, это... Состраховала, значит, Робинсон свой прототип автономный электрический генератор. Настоящим полисом гарантируется возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Максимальная сумма выплаты 15 000 фунтов. Срок 10-1 год. Возможно продление. Я так и думал, что он потребует какую-то компенсацию. И у меня вертелось на языке, что, в общем-то, это будет какая-то страховая компания. Да. Давайте-ка мы спросим, наверное, у Робинсона по поводу страхового полиса. Так, секунду. Так, только давайте, наверное, попробуем сделать это в следующей серии. В общем-то, пока предположения оказываются верными, заключением, конечно, вот этого странного случая по поводу нового начальника станции. Ну что ж, ладно, друзья. Я очень рад, что, наконец-то, спустя целую неделю я вернулся к этой потрясающей игре. Я надеюсь, что вам это тоже нравится. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии. Всем пока.